Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачев, добро пожаловать на мой канал и на Солнцевскую линию Московского метро. Мы с вами находимся на станции Рассказовка, бывшей конечной на юго-востоке этой желтой линии. Когда-то не скоро ее соединят с Калининской, но сейчас у нас с вами есть возможность посмотреть на то, как эту линию продлили дальше в сторону Пыхтина и аэропорта Внуково. Сейчас мы с вами находимся на самой станции и можем многочисленное время изучать ее дизайн. Здесь огромное количество ящиков, напоминающих о библиотеках. Здесь огромное количество яркого дизайна в виде корешков книг, которые расположены на противных стенах. И здесь, конечно же, большой пассажиропоток, потому что находящийся рядом жилой комплекс переделки на ближнее очень активно застраивается и продолжит застраиваться еще в течение многих лет. Мы с вами в первый день метрополитеновского продления находимся на этой станции, поэтому часть пассажиров, которые сейчас вместе с нами поедут, это те люди, которые пришли поизучать новый участок метрополитена. В целом, я могу сказать, что пассажиропоток на этом участке действительно будет хорошим и очень даже приличным по сравнению с некоторыми другими продлениями, особенно с законческой линией, про которую очень много говорили. Но сейчас там пассажиропоток уже вырос, а здесь жилые комплексы дальше в районе Пухтина и Внуково были построены давным-давно. Подвижный состав на этой линии поезда АК. Мы с вами садимся в самый обычный вагон, из которого выходят местные пассажиры, и дальше с оставшимися людьми, которые в первый день уже знали, куда едут, мы отправляемся на новый участок, чтобы изучить, где проходят новые туннели солнцевской линии далеко за МКАДом. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пухтина. Для вашей безопасности держите за корочную. Всем сторожилам канала напоминаю, а для новичков рассказываю, в подобных видеороликах у меня на карте отображается прохождение туннелей той линии метрополитена, по которой мы с вами едем, и стрелками я указываю на тот участок, где в данный момент находится наш поезд. Отправляясь после станции Рассказовка, мы сначала едем ровно по прямой. С левой стороны у нас заезд в оборотные тупики, которые будут использоваться поездами, следующими до Рассказовки, потому что ни каждый поезд сможет доехать до Внуково из-за отсутствия за ним оборотных тупиков. Сначала участок прямой. Мы едем параллельно оборотным тупикам, которые находятся слева, и сейчас вы увидите значительные изменения в освещении туннеля. Немногочисленные горящие лампы сейчас сменятся гораздо большим количеством ярких источников света, потому что доделка в туннелях всегда ведется после открытия. И сейчас же наш поезд поворачивает немножечко направо, отъезжая от Боровского шоссе, чтобы в целом идти примерно параллельно ему. В этот момент мы находимся в районе съезда с упомянутого шоссе на улицу Булата Акуджавы. Это один из въездов внутрь района, по которому автомобилисты внутрь района въезжают, а автобусы здесь рядом проезжают с улицы Анны Ахматовой. И после этого мы поворачиваем немного левее, уходя под парк Рассказовка. Такое расположение туннелей не по самому короткому пути обычно обуславливается наличием различных местных коммуникаций, перспективными проектами развития, строительством туннелей, мостов для автодорог. В этом месте чего-то глобального не ожидается, но какие-то причины явно были, и вряд ли мы их с вами узнаем. Сейчас, после проезда под парком Рассказовка, мы уходим левее, проезжаем примерно в районе торгового центра Зельгроз, который здесь расположен, и сейчас будем выходить под Боровское шоссе. Для этого мы с вами более резко поворачиваем направо и уходим непосредственно под проезжую часть. В этом районе мы уже проезжаем около жилого комплекса Солнцевый парк, но внутрь не углубляемся, потому что он был заложен еще много лет назад, когда здесь было Подмосковье, а Подмосковье не закладывает техническую зону для метрополитена. Соответственно, встроить метро внутрь района было гораздо сложнее, а в некоторых моментах и в некоторых предложениях активных жителей это было вообще нереально. Да, хотелось бы, чтобы станция метро была внутри, но реальность другая. После этого наш с вами поезд еще немножечко изгибается, и из Порта Боровского шоссе уходит левее, ближе к деревне Пыхтина, в честь которой названа следующая станция, и к одному из выездов из района, которым сейчас будут пользоваться местные жители, для того, чтобы выйти из района и либо пройти к своим ближайшим домам, либо проехать пару остановок, углубившись внутрь многоэтажной типовой застройки. Вся жилая часть здесь находится с южной стороны от Боровского шоссе, а с северной стороны только одна из новых автодорог и местное кладбище. Так как мы с вами едем в первый день открытия этого участка, а вы смотрите это уже спустя некоторое время, стоит напомнить, что в первый день всегда огромное количество поездов стоит в туннелях, из-за того, что не все, конечно же, обкатано, не все оптимизировано, и бывают какие-то косяки, но в этот момент мы с вами можем воспользоваться ситуацией, и я советую вам прямо сейчас зайти под это видео, нажать на кнопку лайк и подписаться, потому что это единственные показатели, которые реально позволяют продвигать видео и развивать канал. К сожалению, как бы мы с вами сейчас не говорили о каких-нибудь более логичных вариантах развития на ютубе, на дзене и там, где вы еще можете увидеть этот видеоролик, но все-таки количество подписчиков было есть и остается поводом номер один обращать внимание на новый канал. И наверняка вы тоже именно по этому показателю выбираете что-нибудь новенькое. Ну а сейчас вы видите людей, которые фотографируют ту самую схему линии, где указывается, что мы с вами на станции Пыхтина. А долгая стоянка это только из-за того, что сейчас большое количество проблем на самой линии, из-за того, что было принято решение построить ее, повторюсь, без оборотных тупиков за станцией Внуково, и не каждый польс туда доходит. А нужно было это еще отработать. Отправляясь со станции Пыхтина в сторону аэропорта Внуково, мы с вами выезжаем из-под земли на уровень земли, и сейчас прямо на станции мы с вами уже видим дневной свет слева в окне нашего поезда. Сейчас мы с вами будем практически сразу выезжать на новый метромост, который построен в московском метрополитене. Это Ликовский метромост, потому что он назван по имени реки Ликова. И здесь же находится небольшой плавный поворот налево, потому что на мосту это было сделать удобно, в принципе это комфортно, и это нормальное решение, однако мост практически полностью закрыт от дневного света, вы можете видеть только яркие полосы и ничего больше. Посмотреть, что в окрестностях не получится. Некоторые говорят, что здесь и не будет какого-то красивого вида, мол, с одной стороны кладбище, с другой стороны грязное поле и берега реки, которые требуют очень большого внимания, а другие помнят, что здесь когда-то были проекты создания разных современных жилых комплексов с разными целями, но это уже совсем другая история, потому что мы с вами сейчас заехали на двухпутный участок, поворачиваем налево, и сейчас наш поезд резко начинает останавливаться, потому что опять же, снимая в первый день, мы с вами попадаем в ситуацию, когда далеко не все оптимизировано. Почему? Вот такие вот условия. И сейчас, пока мы с вами находимся под очень крутым углом, я напоминаю, что часть моих материалов выходит на бусте, и мне абсолютно не стыдно это говорить и приглашать вас туда, потому что благодаря спонсорам на бусте сейчас существует весь этот контент, выходящий и на ютубе, и на дзене. Но если на дзене вы своими просмотрами и активностью хотя бы как-то можете поддержать развитие канала, то ютуб, к сожалению, сейчас является большой проблемой, и нам остается только надеяться на лучшее, и желать всем всего хорошего во всех сложившихся обстоятельствах. Уважаемые пассажиры, просьба соблюдать спокойствие. Поезд скоро отправится. Интересно, есть ли хотя бы один человек среди моих зрителей, который после просьбы соблюдать спокойствие реально успокаивается? Я таких не знаю. Если что, напишите в комментариях. Ну а мы с вами сейчас стояли перед стрелкой, потому что сейчас слева по ходу движения вы увидите перекрестный съезд, и как наш двухпутный участок снова станет однопутным. Вот именно в этом месте поезда расходятся по двум тупикам, и дальше никаких тупиков нет. Мы с вами выходим на прямой участок, который идет параллельно проектируемому проезду номер 6702, так называется дорога от Боровского шоссе в сторону аэропорта Внукова, по которой вы наверняка могли приезжать в этот аэропорт, или, например, добираться на такси. Именно такое название имеет эта улица, и почему она не переименована в какой-нибудь другой объект, скажем, имеющий отношение к авиации, или носящий имя какого-нибудь авиаконструктора, это очень большой вопрос ко всем тем, кто занимается этими наименованиями улиц. А в других местах проектируемые проезды, кстати, уже убирают и очень даже активно. После длинного прямого участка наш с вами поезд сейчас будет поворачивать левее, потому что мы уже подъезжаем к автомобильной развязке, это заезд на верхний уровень аэропорта Внукова, здесь же парковки, здесь же стоянки для каршеринга, рядом останавливаются автобусы, и наш поезд едет на приличной скорости, потому что большое расстояние до тупика, если бы сами тупики находились прямо на станции, как это сделано, например, в некоторых метрополитенах мира, наш поезд подъезжал бы гораздо медленнее, а сейчас мы с вами подтормаживаем только в самый последний момент, когда прибываем уже на саму станцию. Если вы были на самой станции аэропорта Внукова, или прибудете на нее, обратите внимание, что даже при отсутствии тупиков, за ней есть небольшое количество туннеля, чтобы поезд не ехал совсем медленно. Станция аэропорта Внукова, конечная, выход к аэропорту Внукова. Ох уж эти наши современные нормы, станция аэропорт Внукова, выход к аэропорту Внукова, кто бы мог продумать, куда же здесь выход, А наш поезд, кстати, не доехал немножечко, и буквально еще пару метров мы проехали после полной остановки, чтобы было все по правилам и без каких-нибудь проблем с точки зрения техники безопасности. Сейчас вы видите немалое количество пассажиров без каких-нибудь чемоданов, потому что, напомню, что мы с вами здесь в первый день. И пока мы с вами выходим со станции, выход, который находится напротив здания аэропорта, я отвечу на самый главный вопрос, почему станция располагается здесь, почему она такая узенькая и все остальное. Во-первых, я не считаю ее узкой, потому что здесь не будет никакого гигантского пассажиропотока, и, о чудо, оказывается, эта станция не добивает всю линию. Представляете, уже некоторое время метрополитен работает абсолютно спокойно со станцией аэропорт Внукова, и здесь нету пассажиропотока даже близкого к Комсомольской, Квыхиной или к другим, очень сложным объектам столичной подземки, как Щелковская или Новогиреево и Новокосино, например. Станция здесь, в этом месте, была заложена очень давно, и я крайне удивлен тому, что немалое количество транспортных блогеров и людей, которые занимаются урбанистикой и всем остальным, негативно восприняли именно такое расположение станции. Здесь есть вопрос к ширине платформы. Теоретически можно было сделать и больше, но все, конечно же, очень сильно ужато в том месте, которое было заложено. А, повторюсь, заложено это было давным-давно. Еще до того, как здесь появилась станция аэроэкспресса, аэропорт Внуково, было запланировано, что метрополитен будет построен параллельно этой станции. Так и было сделано. Единственное более-менее заметное отличие, которое могло появиться с течением времени, это вот этот коридор от эскалатора до выхода к подземному переходу, соединяющему аэропорт и автобусную остановку. Но это вопрос, связанный с нынешней техникой безопасности. У нас всегда есть заделы под огромные пассажиропотоки, даже которых здесь быть не может. Плюс, конечно же, досмотр, потому что считается, что пассажир, который вышел из аэропорта и прошел все досмотры, должен быть досмотрен еще раз. Ну, такие уж особенности у нас в России. Таким образом, человек, который приехал в аэропорт, идет лишнюю минуту по коридору. Плохо ли это? Ну, я не скажу, что это плохо, потому что у всех пассажиров с чемоданами есть возможность попасть в терминал аэропорта, не проходя ни по одной ступеньке и не пользуясь никакими лишними дополнительными средствами навигации, потому что заблудиться не получится. Сейчас направо в аэропорт, налево на обычный выход, куда мы с вами сейчас и пойдем. И здесь никто уже не сможет перепутать, куда идти и как выбираться отсюда. Этот подземный переход использовался много лет пассажирами, которые проезжали сюда на дневных и ночных автобусах, а также теми, кто заказывал такси, например, не к самому зданию аэропорта, а чуть дальше и может даже проходил лишнюю сотню метров до центральной улицы, потому что оттуда такси могло быть дешевле, когда не нужно подъезжать к терминалу аэропорта. Такси всегда становятся чуточку комфортнее и немножечко удобнее для вашего кармана. Ну, а кто пользовался гостиницей или кто здесь в принципе живет и постоянно трудится где-нибудь здесь в окрестностях аэропорта, этот переход используют давным-давно. Даже в нем есть лифт, который вы видели сейчас с правой стороны. Поэтому мое удивление к тем транспортным фанатам, которые все это знают давным-давно. Молодежь, ладно, они может быть еще не всегда разбираются в вопросе, но когда старички ругают все это, для меня очень большая загадка. Ну, а мы с вами уже вышли на улицу и сейчас я поздравляю вас с тем, что мы доехали до аэропорта Внуково. И теперь пора прощаться и отправляться на другие участки, где тоже есть что рассказать. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока!